Сегодня у нас в гостях директор Института космических исследований Лев Матвеевич Зеленый. Добрый день, Лев Матвеевич. Здравствуйте. Запуском коронософотон начался новый этап исследований фундаментальных связей Солнца-Земля. А для обычного человека на Земле, что принесет это исследование? Интересны ли они ему? Солнце это не что-то очень далекое от нас, какая-то далекая звезда. Мы просто живем с вами в атмосфере Солнца. Нам, землянам, очень повезло. Три раза нам повезло. Первый раз, что мы живем на планете, где есть вода. Второй раз нам повезло, что есть на Земле атмосфера. Не все планеты имеют атмосферу. А третий раз нам повезло, что Земля имеет магнитное поле. Это магнитное поле как раз защищает нас от потоков солнечной плазмы, солнечных энергичных частиц, как раз на изучение которой направлены эксперименты на спутники Коронос. Солнце — огромный газовый шар. На 90% состоит из водорода и на 8 из гелия. Светит Солнце за счет термоядерного синтеза, слияния ядер водорода в одно и другое гелия. Во время преобразования и выделяется огромное количество энергии. Это можно сравнить со взрывом миллиона водородных бомб. До Земли доходит лишь малая часть солнечной энергии. Солнце, по сути, большой термоядерный реактор. Сможем ли когда-нибудь воспользоваться его плодами, грубо говоря, протянуть к нему провода? На самом деле есть такое современное направление, оно, мне кажется, очень перспективно, но оно как раз связано с модным ныне словом нанотехнологии. Это создание новых источников, новых солнечных панелей, новых солнечных батарей. Я вот как раз к этому и курирую. Да, все спутники используют эти солнечные панели. Это основной источник энергии для всей космической группировки, которая работает сейчас около Земли. И КПД этих солнечных батарей постоянно повышает. И все-таки нефть, газ 20-50 лет, и все это закончится. Как близко мы подошли к тому рубежу, что мы все-таки сможем воспользоваться уже энергией Солнца? Энергией Солнца мы будем пользоваться. Не надо обольщаясь, а крупные города никогда мы не сможем энергией Солнца обеспечивать. Просто не хватит площади, ну, такой город, как Москва. Чтобы обеспечить его энергией, нужны, наверное, солнечные панели, даже покрывающие не всю Московскую область, но, так сказать, задевающие Тверскую и Калужскую. А отдельные здания, маленькие поселки, маленькие деревни, куда невыгодно вести линии электропередачи, наверное, Солнце сможет обеспечить, особенно в южных районах России. Солнечная энергетика, ветревая энергетика, ядерная энергетика, Твермия, они должны все составить такой пакет будущей нашей энергетики. Нефть и газ – это, к сожалению, не лучший способ решения энергетических проблем. Ну, по-моему, знаете, Менделеев еще сказал, что сжигать нефть – это все равно штопить печи с сигнациями. Мы должны научиться на Земле воспроизводить те реакции в управляемом режиме, которые плавно, спокойно, без взрыва происходят в ядре Солнца. Если удастся на Земле запустить в управляемом режиме термоядерную реакцию, то человечество будет обеспечено энергией на миллионы, если на не миллиарды лет. Поэтому у нас, в принципе, будущее наше не пессимистично, просто надо эти новые источники энергии активно осваивать. Я надеюсь, наши эксперименты по исследованию плазменных процессов в космосе помогут нам это сделать. То есть, в 50 лет все нормально будет, и нашим детям и внукам еще энергетики хватит. Ну, какой-нибудь. Какой-нибудь. Но свет все равно надо экономить, выключать, уходя за собой. Спасибо большое, Лев Матвеевич, что были у нас на передаче. Надеемся еще раз встретиться с вами. Спасибо. Продолжение следует...